Всем привет, добро пожаловать на мой канал! Всё, 31 декабря, сегодня конец этого чёртового года, пусть он уже закончится наконец, и, конечно же, да, традиционное, да, последнее видео года, конечно же, ведро просто пустых банок, и это вторая часть, это не... Даже вот, я не знаю, блин, там оставалось на дне, вы видели, после первой части, и это вот то, что я подзаканчивала, подобивала просто всё, что можно, и сюда ещё не всё влезло. В общем, я, как всегда... Всё, давайте, буду сразу рассказывать, потому что иначе снова на час. Так, давайте немножко бытовухи, как всегда. Любимая кухня, Фаберлик, да, дом Фаберлик, средства для мытья посуды, грейпфрут и мыло для кухни с ароматом водяной лилии, кстати, одно из моих самых любимых. Чистим рыбу, можно помыть посуду им, да, в случае чего, если что, и хорошо снимает любой запах с рук, да, хоть рыбный, хоть не рыбный, какой хотите. И офигенно концентрированная. Кто-то его разводит, я не развожу, мне нравится, так? Отличная штука. Много разных ароматов, вот. Хочу с эвкалиптом теперь взять попробовать, у меня что-то кума заценила. Вот, так что имейте в виду, хорошая парочка кухонная. Дальше тоник Киэр Скин, это Эйвен. Он, типа, для глубокой очистки. То есть он небольшой, здесь сколько, 100 мл. И в нём алкоголь. То есть прям, и он прям пахнет. Я его использовала конкретно чисто, когда там прям хочется почиститься, да, такое вот прям экстра. Но, соответственно, рекомендовать не буду, потому что, ибо спирт в составе нахрен надо. Всё, закрыли песню. Но традиционный фиксирующий спрей, на вас вид, ну куда без него, да, обожаю, обожаю, обожаю. Уже штук 10, мне кажется, я вам его показала, и буду всё равно покупать. В Улыбке Радги продаётся всё бюджетненько. Минька, зубные пасты, жасминовая мята. Это у нас кто? А, Леон бренд. Вот такая малышечка. Обалденная, кстати, удивительно, что мне понравилось, сочетание мяты с жасмином. Это реально очень прикольно. То есть, я не знаю, почему я начинаю мяты с жасмином, думаю, будет что-то такое. Нет? Но отлично, хорошо чистит, и на вкус очень приятненько. Туши Фраше, Секси Палп. Так. Вот такая вот лапка. Достаточно большая. Насколько я не очень люблю пушистые щётки такие, понравилось, хорошие ресницы делает. Нужно ей немножко раскраситься, да, не то, что это вот, не то, что прям взяли, да, и пошли. Нет, немножко раскрасили, недельку-другую, и всё хорошо с ней. Вот. Она не до конца у меня использовалась, но она почему-то начала осыпаться. То есть, ну, она, видимо, начала подсыхать уже, и, собственно, всё. Вот. Поэтому мы с ней прощаемся, да, без сожаления, как бы, всё. Но тушь отличная. Гель для бровей, фиксирующий его мозаик. Маленькая совсем лапка у него. Неплохой гель, но если у вас прям совсем кустистые брови, которые прям вот это вот бабах всё торчит, он не зафиксирует. То есть, он уложит, но совсем жёсткие волоски, ему не хватит силы просто. А так неплохой. Так. Органовое масло для тела, волос, в общем, смягчащие, увлажняющие. Вообще, это называется бренд Колодя. Написано, сделано в Италии, но мне отец его привозил, по-моему, из Вьетнама. Но я использовала для кожи, нет, я масла не люблю. Для волос отлично. И на мокрые волосы, и на сухие волосы. То есть, прям вот на кончике вообще отлично. Не уверена я, что нужно прямо искать, да. Не, ну, если, да, всё хорошо откроет нам мир, да, и поедем в Азию, можно вполне посмотреть. Но я думаю, что если оно сделано в Италии, где-то в Европе оно тоже продаётся. Отличная штука. Так. Таёжная мята, скраб кофейный. Что у нас здесь? Кофейные зёрна, гималайская соль, кедровое масло, органическое масло, таёжная пихта, облепиховая, экстракт мяты. Обалденный кофейный скраб, мелкий. Прям мелкий-мелкий. Здесь у меня чуть-чуть прям карамульчика осталось. На вот сегодня, собственно, использовать, да, и выкинуть. Он прям мелкодисперсный. То есть, я сейчас попробую даже показать. Я думаю, будет видно, да. То есть, он прям меленький-меленький. То есть, ни крупные частички, ни солевые никакие. Вот. Обалденный скраб. Для меня, конечно, это, наверное, будет, ну, покупку я не повторю. Ненавижу я запах кофе. Мне так тяжело им пользоваться. Прям просто. Я просто задыхаюсь в ванне от этого запаха. Вот. Но поскольку, да, кто кофе любит, и на коже эффект офигенный, да, и запах вам понравится. И вот реально круто. И не травмирует при этом. Вот. Подробно тоже про него рассказывала. Оставлю ссылочку на видео тоже с обзорчиками скрабов. Так. Невея. Шелковый мус для душа. Персиковое суфле. Обалденное. Единственное, что это, наверное, все-таки не утренний вариант. Оно смывается достаточно долго. Ну, то есть, как бы, это не то, что там сполоснулся и пошел. То есть, его нужно прям смыть, да, с кожи. А так круто. Не сушит. Приятно пахнет. Да. Тут, ну, я не скажу, насколько персиковое суфле. Очень лайтовый, не сильно даже химозная душка, но она перебивается именно, может быть, персик с ароматом вот самой Невеи. Вот это вот, наверное, ближе. Вот. Штука хорошая. Так. Мицеллярка от Росепт. Это самарский бренд. Что я могу сказать? Снимает зачет, огонь. Но покупку не повторю. Для меня то, что критичный, да, недостаток. Она пенится на лице, а я это очень-очень не люблю. Хотя претензий вот именно к съему, да, с лица макияжа нет ни одной. Штука хорошая. Я заказывала на Вайлберис. Шампунь Green Ideal для жирных волос, ну, бессульфатный, соответственно. Этот я использовала как глубоко очищающий шампунь. Он, собственно, таким для меня и являлся, потому что он здесь и глина, и цитрусовый, в общем, все свеженькое, да, так это все круто. Единственное, что он жидковат, да, то есть немножко великоват расход, но в целом, как бы, претензий к нему нет. Хороший шампунь. Скраб для губ от Lush, морковный пирог. Обалденный скраб. Один из моих любимых скрабов, в принципе, для губ. Это скрабы от Lush. У меня когда-то была новогодняя какая-то старая лимитка вот скрабов, которая с ароматом колы. Боже мой, это было просто что-то. Это вот у меня морковный пирог. Пахнет отлично жесткий, грубый. Он отшелушивает прям, да, прям, ну, я не знаю, если, наверное, есть какие-то ранки, будет он, наверное, и до крови, да, раздерете, ну, то есть, потому что реально он грубый, жесткий, и потом прям кайф, там, каким-нибудь маслом для губ залиться, прям огонь. Вот. Хватает достаточно надолго, но имейте в виду, контролируйте, да, то есть пользуйтесь, он засохнуть просто в банке может. Так, тут тоже вот у меня на разок осталось. Это водорослевое криообертывание от Комплимент. Для меня кайф. Тут вот немножко болтается. Вот как раз на сегодня у меня. Обалденная. Но, то есть, если вы, в принципе, не склонны к отекам, наверное, вы эффекты с него не сильно увидите. А так, именно кожа, хорошая кожа, в тонусе, мягкая, гладкая. Единственное, смывать его немножко тяжеловато, он такой прям гелевый-гелевый. Вот. Но я, соответственно, поскольку у меня диагноз, да, есть в плане лимфы, мне заходит просто вообще огонь, холодит отлично. Все, никак руки не дойдут, то нету в наличии, то что-то не получается от Комплимента заказать их этот... У них серия вот что-то там с корицей, по-моему, горячей, который... И мега-мятый или что-то такое, вот именно холодное вот тоже обертывание. Надо попробовать. Уксус для волос. Это в фикс-прайсе я брала яблоко. Я вам в каких-то пустых банках показывала виноградный. Виноградный тоже отличный, но вот этот не так сильно пахнет уксусом. Просто этим приятно пользоваться. По эффекту все то же самое. Именно дополнительная мягкость и блеск волосам. Вот. Чисто зайти попробовать в фикс-прайс, почему нет. Так, вот эту штучку я добила. Не скажу, что я прям в полном восторге. Это бренд LG. Это была двухфазная несмывашка для волос. И она тоже немножко попахивала спиртом, но в принципе было неплохо. Но как бы здесь вот это вот бежать и повторять... Нет, это мне отец, по-моему, тоже из Вьетнама или из Таиланда привозил. Как-то вот... Не торт. Советовать не буду, да. Ну и, соответственно, у нас я не уверена, что ее можно купить. Так, дальше. Органик. Планета органика. Водорослевая маска для лица. Обалденная. Опять же, для меня, да, какой эффект. Обожаю все, что холодное, все, что дренирует, да. Мне это хорошо. Лицом я, конечно, не сильно отекаю, но иногда, когда с утра, если долго спишь, вот это прям спасает. То есть, а если еще и в холодильнике держать, да, то есть прям вообще, то есть вот это все при пухлости, все так хоп, и пошел красивый. То есть, хорошая штука, стоит недорого, доступно. Так, молодой человек добил гель для душа. Можжевельник, экстракт папоротника. Кстати, это Лепетти Марселье. Очень незаезженный запах. Мне понравился. Хороший. Ну, и, соответственно, мыл хорошо, но он тоже типа три в одном, да, то есть как все мужчины любят, все такое. Вот. Все хорошо мыл, перхотик на волосах тоже не вызвал. И гель для душа от Комплимент. Белорусский, соответственно, наш. Тоже просто классический гель для душа. Этот уже более, да, более классический просто мужской аромат. Тоже все хорошо, кожу не сушил, претензий не возникло. О, еще одна масочка, кстати, как раз от Планеты Органика. Это у нас глиняная маска-контур для овала. Вот здесь, если ту я прям рекомендую, вот эту, да, то здесь, ну, как бы, бежать и покупать, наверное, нет. И, наверное, чувствительной кожи тоже нет, потому что все-таки вот у меня как-то через раз прям какие-то покраснения могли остаться. Ну, то есть, она прям работает, я думаю, за счет имбиря просто вот этот приток крови, да, у нас идет. И получается не всегда хорошо. Вот, поэтому избирательно выбираем. Дальше от Белленда носочки питательные. То есть, здесь было, соответственно, у нас два пакетика вот таких с кремом. То есть, крем мы наносим на ножки. То есть, это именно не кислотная, то есть, не пилинг, да, маска. Вот, и здесь были носочки, соответственно, целлофановые. Все, все это надеваете в обычные носочки, влезли, да, чтобы можно было ходить. И час-полтора фигачим в этих носках. Обалденно! Очень жирная вот эта составляющая, кремовая, да, в пакетиках была. Я конкретно в Москве вот этого не видела. На Вайлдберсе, по-моему, тоже. Я это привезла то ли из Воронежа, то ли из Пскова, я не помню. В общем, из региона, короче. И мне очень понравилось. То есть, если где-то увидите, там, ну, заказать, не заказать, да, прям круто. То есть, офигенно, на убитые пятки, это прям просто зачет. Ой, вот это прям моя печаль. Это крем для ног от Эрифлейн с тыквой. И это была лимитка. Но, блин, она мало того, что она обалденно работала на ногах, но за счет ее запаха я ее мазала и на руки. Потому что это просто... Просто нереально почему-то какой-то вкусный запах. Не знаю, с чем это связано. Но очень вкусно. Может быть, они, если когда-нибудь это вернут, ну, блин, не знаю. Вот. Но крем был обалденный, зачетный. В принципе, вот эта серия фитапа у Арифлейма вообще отличная. Так, мыло Палмолив, витамин С, апельсин. Ну, куда же без жидкого мыла. Классическое. Это кремовое, но не прозрачное. Отличное мыло. Руки не сушило. Претензий нет. Все круто. Ифраше. Один из моих любимейших просто гелей для душа закончился. 400 мл в баде была. Ой, что-то, кстати, натикло. Можно доиспользовать. Мята и малина. Просто мега... Мега классный был летний такой аромат. Просто... Кто любит мяту и малину? По-моему, они ее оставили в постоянной линейке, но я не уверена. Если есть, берите. Вот прям в большом объеме. Прям круто. Мне очень нравится. Скраб я вам уже показала. Вот и гель для душа. Докончился. Так, тоник. Детокс. Это Белкосмекс. Белорусская тоже косметика. На нем даже написано без спирта. Вот этот очень приятный. И он действительно... И как активное увлажнение. И после него не хочется сразу замазаться кремом. Так что имейте в виду Белкосмекс. То есть на Вайлберисе я смотрела вполне... Заказывалась вполне хорошая штука. Так, третья маска, соответственно, закончилась. Из тех трех, которые я вам показывала. Набор был в фамилии. Будете, берите. Умывалочка, сыворотка, да, и маска черная тканевая. Умывалочка, единственное, ее маловато немножко. Она достаточно густая. Ее поэтому немножко не хватает. Тяжело распределять. Но до скрипы моют. Вот. И сыворотка, с маской, соответственно, это прям такой полноценный уход получается. От пропеллер. Серебряная вода. Я как-то чисто просто, да, на лицо ее не очень заценила. А вот с точки зрения сбрызгивать глиняные маски, вот мне отлично зашло. Вот. Больше ничего не могу сказать. То есть, так, ну, бренд бюджетный, чего бы нет. Так, дезодорант Акс. Морозный шалфей и мандарин. Тоже Акс на мужиках вообще очень круто работает. Тоже запах. Ну-ка. Э, ничего нет. Ну, здесь, кстати, да, морозный. Ну, насчет шалфея не знаю, но запах, он прям зимний. Ну, то есть, и мандарин, он такой, да, это под Новый год прям то, что надо. Вот. Хороший Акс, как всегда, да. То, что у них, кстати, не все далеко ароматы хорошие. Вот этот мне понравился. Тоже моя печаль. Лифраше. Спрей для волос. Их была весенняя серия. По-моему, весенняя. Пахло смородиновым листочком. Я и на мокрые волосы, как не смывашку, и на сухие волосы, когда путались, можно расчесаться с ним легко. Волосы не пачкают. И так вкусно пахнет. Почему лимитка? Ну, почему? Обалденно. Можно в постоянную коллекцию, пожалуйста, это? Так, бальзамчик. Апрелис Профессионал. Шампунь в прошлых пустых банках показала. Здесь из этой же серии, соответственно, бальзам. Обалденный базовый бальзам. Как уже говорила, хочу попробовать что-нибудь еще из этой серии. Их вот без сульфатных там и сарганы, еще с чем-то есть. Они там золотые какие-то тюбики. Вот. Так что просто бюджетный базовый уход, да? То есть без криков, писков, да? Просто хорошо увлажняет, можно расчесаться. Тоник. Лорен. Бюджетный бренд из Литуаля. С экстрактом алоэ вера. Кстати, очень неплохой составчик. Здесь, что бы мне понравилось. То есть, ну, вода умягченная. Неоцинамид, бетаин и гель алоэ вера. То есть, это вот первые места, что здесь... Чего максимально много здесь в составе. И я прям впечатлилась. То есть, удивительно. То есть, он стоил, ну, что-то совсем там сто с чем-то рублей. Очень неплохой. Очень мягкий. То есть, никакого спирта, соответственно, здесь нет. Так что к Литуале доступ есть. Прямо имеет смысл посмотреть. Так, лактоцит Oxygen Fresh для интимной гигиены. На целый год мне ее хватило. На прошлого 1 января вот я его поставила. И вот до 31 декабря сегодня вот-вот. Да? Так что, хорошая серия. Я, в принципе, лактоцит люблю, да, вот эти средства их. Но конкретно вот это, это ультра-освежающее. То есть, если вы не любите экстра такой холодок, да, в этой зоне, то вам не зайдет. Там очень много вариантов, как бы, других. И просто увлажняющих, там, и с противовоспалительными какими-то компонентами. То есть, все это можно прошерстить, попробовать. Я такие просто люблю. Мне нравится холодок. Так что, все круто. L'Oreal Magia Green и маска. Обалденная маска. У меня это была из серии, их там, 3, по-моему, с эвкалиптом. Тут у меня что-то по стеночкам осталось. Да, пахло вкусно. Пахло какой-то баней, мне кажется. Вот. Но единственное, она прям, если ее не спрыскивать, она засыхает как-то прям моментально. И железо бетонно. Поэтому имейте в виду и, соответственно, пшикайтесь. Потому что, да, она иначе за 2 минуты просто засохнет на вас. А нам не надо этого. Так. Вильен Сабо Modern Ballerine тушь. Вот с такой хитрой лапкой. Вот она какая-то с талей. Что я могу сказать? Когда я ее купила, то есть, ну, мне она не прям понравилась. А потом она раскрасилась. И самое обидное, что чем, ну, суше она становилась, вот кончалась, уже все, тем лучше она красила. Это просто какой-то, просто закон подлости. Реально, вот тушь, которая начала красить нормально, вот, и прям офигенно глаза делать. Месяца через 3, мне кажется, а то и больше. То есть, это прям странно. Тоник L'Occitane. Дорожный вариант был. Это вариант, который у нас с крите. Да, с крите. Отличный тоник. Это просто вот, меня сложно тоником удивить. Но вот этот меня удивил. Этот прям прелесть. Я пробовала, ну, в полноразмере, собственно, да, этот пользовалась. И зараза, по-моему, они его сняли с производства и уже давно. То есть, это просто у меня из запасов в дорожный формат я брала. И, блин, это такая печаль, что его нет. Да, он стоит дорого, там, порядка 1800, наверное, рублей. Но, блин, это просто офигенный тоник. Но, по-моему, его больше нет. Жизнь боль. Так, ну, салфетки, как всегда, стандартно. Ничего интересного. Так, скраб. Яблочник для лица, 100 рецептов красоты. Что скажу? Мягко, да, но, то есть, нужно аккуратно-аккуратно этим пользоваться. Потому что, если начнёте вот так вот наяривать, он будет травмировать. Хоть и частички мелкие, но аккуратно. Вот. Иногда можно, хочется как-то, да, проскрабиться. И реально пахнет зелёным яблоком. И даже, наверное, не яблоком, прям, а какой-то яблочной жвачкой. Запах нехимозный и абсолютно офигенный. То есть, пользоваться одно удовольствие. Так, для пяти марселье, питание и восстановление масла КТ для повреждённых волос. А вот это уже бальзам такой, как хорошая такая средняя масочка. То есть, не супер проф, там, супер-пупер, да. Но это прям не бальзам. Он и густой, и он прям реально работает как маска. То есть, его прям особенно, если подольше подержать, тут написано 1 минуту, но я всегда дольше держу. Хорошая штука. В магнит косметики, по-моему, брала. Люкс-визаж, фиксинг-спрей, вот такой. Был неплохой, хороший, фиксировал. Тушь у него, кстати, не плыла. Что приятно. Так, дезодорант от FIRE, soft control. Это версия не наша, и покупалась она не в России, я точно не помню где. Но смысл просто в том, что он у меня был такой, как дорожный формат, потому что спреи я возить не люблю. Они большие вот эти, да. А в стиках, да, они достаточно плоские и удобные. Был дорожный формат, он не совсем закончился, но он высох. При этом пах он офигенно, вот прям хлопком, таким вот, ну прям чистотой какой-то. То есть, классный аромат, хорошо работал. Я не знаю, единственное, насколько прям конкретно такое у нас продается. Но если есть, можно брать. Просто этот вот, ну, он долго лежал достаточно и подсох. Так, два аромата Kinzo Vault и Givenchy Irresistible. Нотки вставлю, да, что это такое. Мне не понравился ни один, ни второй. Не моё, слишком тяжёлое, слишком какое-то всё. Не понравилось, в общем, да, нотки посмотрите. Если такое нравится, берите. Так, Freshline для сухой чувствительной кожи, очищающий гель для лица. Здесь вопрос. Для сухой чувствительной кожи, да, оно чистит до скрипа. Это прям просто вот вырви глаз, что называется. То есть, оно реально на сухую кожу, но это перебор. Вот честно. Вот ужасно просто. Высушит, просто прям стягивает. И ещё он воняет, он очень притерно пахнет. Я не знаю, он типа с овсом, но он реально воняет очень притерно. То есть, какой-то прям тошнотворный. Поэтому, нет, не советую. Так, дальше две масочки. Ой, у меня тут крышечка улетела. Так, две масочки от Нитроджина. Это были такие две штучки. Ну, типа дорожные. Значит, одна очищающая и одна гидробуст увлажняющая. Что той, что той хватило и мне, да, на всё лицо и маме. То есть, мы вдвоём день вот эту, день вот эту. В поездке использовали. Очищает и отлично не сушит. Это круто увлажняет. Прям песня. Понравилось. Ой, дальше едем. Butter Up. Это у нас от The Balm. Оттеночек Punch Heater. У меня это кремовые тени в стике, да, у меня такие есть. Здесь эти просто уже закончились. А вторые я купила случайно. Вот называется вот-вот, как нравится цвет. Я сейчас не уверена, что я смогу вам что-то показать. Сейчас попробуем. То есть, очень красивый цвет. Ну, сейчас на таком цвету, конечно, этого не сильно будет видно. Но это такой, то есть, на всё век растушевал и пошёл. Очень удобно, очень крутые тени. Всё супер. От Estrada. Окей, брау. Помадка для бровей. То есть, здесь вот сама помадка открыли. А здесь у нас кисточка. И фигачим. Обалденная помадка. Мне моя машинка из Самар присылала суперпродукт бюджетный. У меня оттеночек был 02 темно-русый. Я прямо в восторге осталась. Она достаточно плотненькая. С ней легко работать. Всё это можно хорошо подчисать. Потом проблем не возникло никакой. Всё, я добила. Она там уже на донышке чуть-чуть прям грамулька подсохла. Всё, проблем нет. И фраше вертиш удлиняющая тушь. Ну, такое себе. На самом деле не очень она мне понравилась. Вот специфическая такая щётка. Она типа на удлинение. Я ей пользовалась сугубо на нижние ресницы. Потому что на верхние она с ними не делает вообще ничего. Всё. Конец истории. Так, дезодорант Рексон. Это был дорожный. Даже близко показывать не буду. Motion. То есть всё, этот закончился. Пах, кстати, очень приятный. Так по-спортивному. Вот. Для зала тоже всё пойдёт. Всё удержит. Так. Catrice Glamondol. Тушь. Это водостойка. У меня сейчас есть, скажем так, да, бэкап этой туши. Да, я ей пользуюсь. Вот когда снег, там, да, дождь. Вот. Неплохая щётка. Силиконовая короткие щетинки. Хорошо прочесывает. И, кстати, у меня что, та версия, что это, они, ну, это вроде, может быть, ну, ребрендинг, может быть, был, да, меняли упаковку. Она немножко другого цвета, по-моему, посветлее, да, голубая стала. И то ли формулу поменяли. Мне нравится вот новая больше. Вот эта мне нравилась не так. Не знаю, почему. Вот. Поэтому имейте в виду. Так. Бальзамчик. Это у нас Rainforest от The Body Shop. Увлажняющий кондиционер для волос. Это был дорожный формат. Пах офигенно. Для жирных волос. Вот в паре, если ещё с шампунем, песня, прям берите, берите, вот, отлично. Серия Rainforest Moisture. Вот. Так что шампунь прям до скрипа, и бальзам всё это уравновешивал. Так, ну, классический Nivea, Hydrocare, бальзамчик, да, стандартные бальзамы для губ. Вот, Nivea, это прям, да, нейтральный аромат. Кто не любит какие-то отдушки, да, хорошо. И SPF 15, кстати, здесь. Вот. Такой, как базовый уход губы не залечит, но приятно. Отвеледа. Это такой, типа, как они это называют, молочко и тоник. Ну, в общем, увлажнялочка. Такой, как доп-этап, да, типа эссенции, наверное, что-то. Была вот такая миниатюрка, 10 мл. Мы с мамой в поездке её за 4 дня угрохали. Офигенная. Вот я вот в вечерний уход этот, да, мы делали после тоника, как дополнительный этап. И очень круто, мне понравилось. Прям супер. Так, дальше. Умывашечка. Тоже в поездке использовали с мамой. Гидровежиталь. Ифраше. Хорошая мягкая умывалка не сушит. Всё. Очень приятная. Ну, я эту серию и так пробовала, как бы, да, у Ифраше претензий к ней нет никакой. Помадка. Это было, короче, она просто вся стёрлась. Я её заюзывала прям в край. Я её там на всякие концерты, на всякие там, когда хотелось там, да, вот ярких каких-то губ. Это Colourpop. Я точно не помню. А, с My Little Pony, по-моему, была лимитка. Вот. Вот такая помадка. Засыхала намертво. Офигенная. Вот. Но она уже стала немножко не очень хорошо пахнуть, поэтому избавляемся. Вот. Хорошая помада. Ну, вот сейчас я пока остальное покажу. Она, по идее, должна подсохнуть. То есть, ну, все концерты, всё, что пьёте, всё хорошо. Ну, наверное, кроме сильно жирного. Так. Помадка от Seventeen в оттенке 02. Это чисто матовая их линейка таких типа нюдов. Я тут уже, собственно, чё с ней прощаюсь. Она тоже достаточно старая, и она сломалась полностью. Вот. Но, как бы, не жалко. Я её заюзала так достаточно неплохо. Вот. И я стала... Ну, это, правда, было совсем давно. И я поняла, что, как бы, на мне это как-то выглядит сейчас немножко замазочно, я бы сказала. Вот. А в целом, как бы, помадки неплохие, только хорошо губки подготавливаем, скрабим, да, увлажняем перед этим, да, потому что может подсушивать. Так. Тушь Hypnotics. Это серия The One. Это Reflame. Она вообще типа какая-то синяя, но она не синяя, слишком жидкая. И она что-то особо ничего не делает, причём, что щётка хорошая. Цвета нету. Ну, то есть, непонятно, что они хотели этим сказать. Но, в общем, конкретно вот эту, тут просто даже оттенок не написан, да, чтобы вам сказать. То есть, вот она какая-то, я сейчас попробую на руке, какая-то никакая. Ну, вот, насколько, да, будет видно. Типа синяя. Вот. Но на ресницах это вообще не видно, поэтому даже на белой базе не работает. Так, тоже помадка, тоже уже тут прям вот огрызочек остался. Она уже тоже старая. Я даже оттенок не скажу. Это MAC. Так, просто нету, да, на жопке ничего уже. И тоже я что-то поняла, что она мне прям выбеливает немножко. То есть, ну, и она такая прям специфического оттенка. Но когда-то я ей пользовалась. Но пора время избавляться. Так, тушь. Арифлейм. One Color серия. Удлиняющая. Хорошая щетка. Хорошая щетка. Силиконовая, пластиковые хорошие щетинки. Хорошо прочесывала. Тушь такая, как я люблю. Это не прям вау, такая, как Giordani Gold, да, вот серия. Но это серия побюджетней. Но она классная. Ресницы прям виниловые такие длинные. Хороший эффект. Понравилась прям в восторге. Отличная тушь. Заказывайте в Арифлейме. Прям попробуйте. Так, стойкая тушь для бровей с микрофиброй. У нее оттенок Medium Brown. Это Evelyn было. У меня единственное, кроме наклейки, не осталось здесь ничего. Ну, вот это в дорожной косметичке было. Вот такой гель. Коричневый. Хорошая лапка. Хороший цвет. Все. Фиксировал хорошо. Добавлял какого-то цвета, объемчика. Здорово. Но опять же, да, как и то, что прозрачно я вам показывала, да, от, господи, Ева Мозаик, не хватит для супер жестких каких-то вот торчащих бровей. Не хватит. Для остальных отличная штука. Супер. Так, пробничек Blizz. Увлажняющий крем. Вот такая малышечка. Неплохой крем, но с учетом, что Blizz не самый такой ценник, да, у них коммунистический. Срочно бежать, а идите покупайте, нет. Вот. Ну, смысла нет. Smashbox. Это Photo Finish Primer. Ну, такой тип классической силиконовой затирки для пор. Неплохая тоже. А, бегом скорее нет. Не надо бежать и сломя голову искать. Вот. Вот такой малыхи, да. То есть, я иногда пользуюсь, когда хочется как-то вот, да, там, либо перед фотосессией, либо когда просто знаешь, что будешь фоткаться, да, где-то. То есть, чтобы было это на камере, да, вот эти зоны все более выглажены. Неплохая штучка. Вполне. Так, от Revlon тоже Color Stay. Это у нас, ой, господи, маркер, да, подводка. Он, ну, еще красит, но он уже достаточно старый. И он не сильно черный. Я сейчас... А, у меня здесь, наверное, да, уже нету. Сейчас. Вот. От Sephora тоже лайнер. Это у нас просто айлайнер. Вот такая малышечка. Это был неполный размер. И я сейчас даже покажу. То есть, этот подсох, он просто стал тоже уже плохо пахнуть. Насколько Sephora чернее, да. То есть, я думаю, видно, да, разницу. То есть, она намного чернее. Вот. И была лучше. А у Revlon, да, Color Stay очень большой вот этот носик, да. То есть, даже в сравнении их поставить. Он толще. Так, я сейчас вот так. То есть, и тяжелее, соответственно, им рисовать. Вот. Поэтому Revlon нет. Sephora, да, рекомендую. Вот. Так, малыха шампуня. Юрасик Спа от выпадения. Натуральная мощь и основа. Ну, это так и есть. Неплохой шампунь. Но без бальзама и масочки мы не прочешемся. Вообще ничего не сделаем. Он просто прям... Вообще. То есть, это что-то с чем-то будет. То есть, будет просто один большой колтун. Вот. То есть, очень тяжело после нее как бы расчесываться. То есть, надо прям тяжелую-тяжелую, утяжеляющую маску. И маску использовать. А в целом, то есть, ну, кстати, как глубокоочущающий шампунь, тоже почему нет. Я им не пользовалась прямо на постоянку. Насчет выпадения сказать ничего не могу. Так. От Benefit. Gimmy Brow. Малышечка. Гель для бровей с фиброй. Мой любимый. Обожаю, обожаю, обожаю. То есть, вот как это было. У меня это был, по-моему, оттенок 0... А, нет, четвертый оттенок, да. Вот. У меня и полный размер был. И вот такая версия. Сколько штук было. Обожаю гель с фиброй. Во. Так. От Ифраше. Такая парочка была. Anti-age. Мама пользовалась в поездке. Сыворотка, да, и кремушек, соответственно. Хороший, но это anti-age. То есть, я так как-то на себя капельку намазала. Мне тяжеловато. Вот. Ей зашло. Все. Все. О, хватит пустых банок в этом году. Невозможно много, как всегда. Надеюсь, не на час. Если... Да, извините. Вот. Ну, все. Разгребаем. Выносим мусор. И в новый год, да, соответственно, да, мы идем уже с чистым, да, домом. Да, все вычищаем, прибираемся. А, ну вот, кстати, помадка, все, она застыла. Вот. То есть, стойкая, офигенная, мне понравилась. Что я могу сказать? Все. С наступающим вас Новым годом. Я надеюсь, все будет у вас хорошо. 2020-й выдался тяжелым, особенно морально, да, и карантин нас подкосил всех, да. То есть, я не знаю ни одного человека, кому он бы дался легко. Врачам, да, соответственно, которые напрямую с ковидом, да, и работали, и работают до сих пор, да. И у меня тоже есть, да, такие люди, да, которые напрямую работают с этим. Вот. Это просто наши герои, да, которые, собственно, да, мы им всем обязаны. Вот. Все. Пусть этот год скорее закончится, и конец года очень тяжелый, и морально тяжелый. Вот. Но надеемся, что 2021-й будет лучше и легче, и морально, да, и здоровье, да, чтобы все не подводило. Вот. Чтобы близкие все были рядом, да, чтобы вы ценили, да, цените каждый момент, потому что, потому что, как показал этот год, да, то есть, я думаю, что у многих, да, есть знакомые, да, кто в этом году, да, ушел. Вот. Ладно, не будем о грустном, все, у нас Новый год. С наступающим вас режьте салатики, да, оливье, кушайте, отдыхайте, на праздниках отсыпайтесь, берегите друг друга. С наступающим Новым годом, до встречи в новых видео и в новом 2021 году. Люблю вас всех.